И сегодня на уроке мы поговорим о тех страницах истории, которые в той или иной степени вам уже знакомы. На уроках истории и в 11 классе, и, наверное, в 9 классе. Вернемся в эпоху начала 20 века, рубежа столетий 19-20 веков. Тему сегодняшнего урока я обозначил следующим образом. Сущность верховной власти в Российской империи в конце 19-го, начале 20-го веков. Откройте, пожалуйста, ваши тетради и давайте запишем эту тему. Название этой темы. Сущность верховной власти в Российской империи в конце 19-го, начале 20-го веков. В качестве эпиграфа я взял строчки, всем вам хорошо известные, часто повторяющиеся великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать. В Россию можно только верить. Действительно, понять противоречивую русскую историю, отдельные ее страницы, только на основе трезвого расчета, четких мыслительных операций, наверное, трудно. Здесь нужно не только наше рациональное начало включить в процесс познания, но и в большей степени эмоциональное. Без чувств нет искания истины, считали мыслители прошлого и современности. Особенность российского государства, как и на рубеже 19-го, 20-го веков, так и в предыдущие столетия, было понятие самодержавия. Оно составляло верховную власть в российском государстве. Вот мне хотелось бы, чтобы вначале не рационально, а может быть эмоционально, высказали свое отношение к понятию самодержавия. А для этого я попрошу выполнить следующее. Может быть на уроках истории, литературы или других предметов вы пользуетесь такой методикой. Запишите, пожалуйста, это слово в тетради после заголовка «самодержавие». Это будет первая строчка. А потом, во второй строчке, напишите два любых прилагательных, которые выражают ассоциации с понятием самодержавия. У вас лично два прилагательных ассоциации с понятием самодержавия. Какое оно самодержавие? На ваш взгляд? Здесь могут быть разные точки зрения, разные ощущения, и это хорошо. Третья строчка тоже на ассоциации. Напишите три глагола, которые ассоциируются у вас с понятием самодержавия. Три любых глагола. Я специально не привожу примеры, чтобы облегчить вам, чтобы своими словами не навязать свою точку зрения. Понятны эти, да? Первые три строчки. Два прилагательных, три глагола. Четвертая строчка. Это любая фраза, опять же ассоциированная с самодержавием. Фраза, состоящая из четырех слов. Слова могут быть разные части речи, существительные глаголы, частицы, местоимения, междометия. Фраза. Из четырех слов. Видите? Один, два, три, четыре. Любая фраза, которая приходит вам в голову. Она может быть, на первый взгляд, не связана с самодержавием, а с сегодняшним уроком, сегодняшней погодой за окном. С особенностью сегодняшней работы. Ну, повод для размышления. Это понятие. И последняя, пятая строчка, заключительное слово. Одно. Которое замыкает, опять же, ассоциируемое с понятием самодержавием. Одно слово. Два прилагательных, три глагола и фраза. А теперь давайте вы прочитайте, что у вас получилось целиком. Вот как некое такой белый стих. Как некое повествование. Прочитайте, пожалуйста, Света. Не вставайте, сидите. Властное и полное. Править, властвовать, царствовать. Царь, наместник Бога на земле, монарх. Хорошо. Интересная работа. Максим, у вас получилось? Да. Прочитайте, пожалуйста. Жестокое, большое. Начните с самого первого слова. Самодержавием. Тогда будет целостное, пятистишее. Самодержавием. Жестокое, большое. Царствовать, править, управлять. Божий царь, а они царь. Замечательно. Интересно. Пожалуйста, Саша. Самодержавием. Абсолютное, неограниченное. Править, властвовать, управлять. Помогу управлять государством, людьми и царями. Хорошо. И кто-нибудь еще? Кирилл, можно вас попросить? Самодержавием великое, нецепленное. Верить, надеяться, жить. Канула в лету нет. Ой, замечательно. Канула в лету нет. Замечательно. И каждая прочитанная и непрочитанная, скажем так, пятистишия, оно имеет глубокий смысл. Может быть, на первый взгляд вам и не покажется это. Потому что в этих словах, в этих понятиях заложено ваше отношение, понимание того, что есть в самодержавии. Но только вот это ощущение, наверное, будет неполным и неглубоким для того, чтобы разобраться в этом всеобъемлющем понятии. Для того, чтобы разобраться в целом, надо разделить его на части. Проанализировать. Анализ, деление целого на какие-то части и обозначение этих частей. Самодержавием, царь, властвовал. Он же не властвовал один. Он опирался на органы государственной власти и управления. Какова же структура, политическая структура власти и управления была в Российской империи, которая складывалась с 18-го и закончилась в начало 20-го века. От Петра I до Николая II. Запишите в тетради. Политическая система органов государственной власти и управления. Политическая система органов власти и управления в Российской империи. Скажите, проявите свою историческую эрудицию. Какие органы власти и управления вы знаете? Можно называть в любом порядке. Первое, что приходит в голову, что вспоминается. На что опирался? Царь в самодержестве и Аруси в системе власти. Боярская дума. Боярская дума. Хорошо, этот орган существовал в 16-17 веках, но уже в 18-19 он перестал существовать. Так, давайте по одному руку поднимайте. Синод. Святейший синод. Хорошо, был такой орган. Давайте мы его здесь найдем. Скажите, пожалуйста, Лена, а какими вопросами занимался Святейший синод? Ну, чем? Кто может ей помочь? Святая с православной церкви. Да, связанная с управлением православной церкви. Верно. Еще, пожалуйста. Сенат. Сенат, правительствующий сенат. Спасибо, действительно. Был такой орган со времен Петра I. И просуществовал до 1917-го. Так же, как и Святейший синод. Кто может сказать, чем занимался? Пожалуйста, Варя. Судебный, высший судебный распорядительный орган власти. Правильно. Действительно, это так. И в изучаемый период он также существовал. Еще? Государственный совет. Государственный совет. верно хорошо а чем занимался государственный совет совещательный при ком при каком приказать законодателя кто был законодатель царь царь законодатель государственный совет законосовещательный орган появившийся во времена александра 1 в 1810 и также просуществовавший до 1917 года так есть еще какие-то предложения пожалуйста пожалуйста кабинет министров так здесь нужно сделать уточнение существовало понятие совет министров появившиеся 50-е годы 19 века во времена царствования александра 2 потом он прекратил существование и на рубеже 19 комитет министров из 1905 года после первых период первой русской революции появился совет министров но мы берем тот исторический период до 1905 года я с вашего разрешения беру также понятие совет министров так еще есть какие-нибудь предложения что необходимо императору для того чтобы осуществлять управление страной для того чтобы свои указы доносить до граждан и требовать исполнение этих указов до так это во времена александра второго появилась земская система самоуправления но земские начальники во времена александра третьего стали назначаться не выбираться назначаться императором так это местные органы а вот мы сейчас говорим о центральных органах какие при царе еще необходимо было ведомство которое занималось и делопроизводством и доведением документов до всех губернии всех мест и занималась охраной общественного порядка было там пять отделений этого органа были министерства правильно я сейчас не об этом спрашиваю вы правильно сказали об этом тоже нужно сказать министерство как органы исполнительной власти которые действительно ставили вопросы управления страной по каким-то определенным ведомством я бы сказал пять отделения наиболее известное вам третье отделение с корпусом жандармов и это третье отделение еще другие входили в собственно его императорского величества канцелярию а вот теперь задание вам я вот разместил все эти органы государственной власти в том порядке какой мы их вспоминали а скажите пожалуйста можете ли вы ну составить схему власти используя вот эти понятия чтобы была какая-то взаимосвязь и так начнем с первым кто являлся кто был главой государства император вот давайте максим можно вас попросить доски не бойтесь вы будете императором да нет когда я шучу вот это на левую доску как бы вы разместили императора вот там скотч слева там внизу прикол отрывайте нет вот с другой стороны вот 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 как бы вы разместили на нашем листе или на нашей части доски император вот с левой части страны самом верху он же олицетворяет верховная власть правильно так оставайтесь у доски какие органы власти нужно распределить рядом с императором может быть вы ему будете подсказывать а он может быть только будет выполнять техническую валя величество канцелярия да можно рядом возьмите вот здесь мы вам дадим собственных попытайтесь разместить так как вам кажется валя может подскажет так как она произнесла ну давайте он там следующий скотч так еще государственный совет пожалуйста ниже выше рядом равнозначный ли это орган власти ну пусть будет так он же не парламент он назначался сановники в государственный совет личным указом императора неизбираемый что еще вот из перечисленного вы максим а рядом совет министров так вот вам совет министров то есть это равнозначный что совет министров что император нет ну давайте так далее вот называли судебный орган высшая судебная инстанция какая из этих сенат пожалуйста вам кинат ну а остались у нас исполнительные органы власти что у нас осталось какой порядке вы возьмете пожалуйста вам министерство святейший синод который можно говоря современным языком назвать духовное министерство церковное министерство поэтому выше министров тут разные точки зрения если формально светским но рядом а если с точки зрения самодержавия то выше всех пожалуйста как вам подсказывает интуиция и знание он демократ он прислушается к мнению большинства хорошо пусть будет так спасибо спасибо вам большое для того как мы сейчас попросим еще и кого-нибудь выйти доски и показать может быть стрелками взаимосвязь как формировались эти органы кто их форм формировал или избирал кто попробует цвета можно вас попросить мне кажется у вас получится мел вот там ну давайте например собственное его императорского величества канцелярия как формировал да действительно совет министров тоже то есть члены совета министров назначали с императором да то же вот он так далее правильно после 1905 года после манифеста было так но мы до 905 года пока живем до дела после 905 года председатель совета министров стал предлагать кандидаты на пост министров а император утверждать до 905 года было по-иному император каждого министра вот может быть так через вот так вокруг но не получилось как чтобы святейший сенот влиял на формирование министр но мы поняли так хорошо то есть вот такая система была существовала до 905 года и совет министров был чисто формальный орган он председатель совета министров влияние на министров непосредственное политическое не имел каждый министр был подотчетен лично императору до и остается святейший сенот вот когда все стрелки исходят от императора как называется такая форма правления но еще мы знаем другой абсолютиза абсолютная монархия но вот абсолютная монархия самодержавие это слова синонимы или здесь есть разный смысл сейчас мы об этом подумаем спасибо вы мы справились с этим заданием абсолютная монархия не область не ограниченная власть монарх так ли уж не ограничен был монарх или были законы правила обычаи традиции которые регулировали систему взаимоотношений между различными органами власти между самодержцем и его подданными вот у вас на столах текст гимна российской империи появившийся во времена николая первого в 1833 году по инициативе этого императора был сочинен гимн автор текста известный русский поэт василий андрей жуковский автор музыки алексей федорович львов прочитайте текст гимна российской империи и попытайтесь ответить на вопрос по мнению авторов гимна какова миссия самодержавия предназначение самодержавия в обществе какими правилами регулируется деятельность самодержавия и самодержца гимна российской империи и гимна российской империи и гимна российской империи и пожалуйста какова миссия самодержавия в обществе маша не вставайте не вставайте значит одна из миссии одна из функций если так казенным политологическим языком говорить это защита отечество защита своих поддан хорошо что еще вы увидели в этом тексте пожалуйста не вижу помазание значит главный принцип самодержавия религиозное освещение власти а значит религиозное освещение нести добро интересы россии должен отстаивать и это его ну скажем так внешне политическая миссия функция защита подданных внутри государства и защита отечества скажем так на мировом политическом пространстве так что еще вы прочитали в тексте увидели предназначение миссии функции пожалуй лена можно вас попросить процитировать какие добродетели должно нести самодержавие добродетели в общество людям если опираться только на текст они на суровую правду жизни роман какие добродетели должен олицетворять царь и нести обществу так можно опять же вот это социальное предназначение самодержавие помощь слабым униженным защитникам обездоленных людей должен быть царь так варе что хочет дополнить то есть вот ценности смирение терпение вера можно ли сказать что власть не ограничена если ограничено эту чем формальным законом может быть нет после 905 года будет в 906 году основные законы российской империи там будут четко обязанности императора прописаны а если можно говорить что она абсолютно не ограничены нет а если нет то чем она ограничивается моралью то есть не правом как в традиции абсолютизма западных европейских государств конце 19 начале двадцатого века в условиях конституционной системы зарождение парламентаризма право ограничен мораль это мораль носит какое содержание кто определяет эту мораль само общество а ее провозглашает церковь православная составляющая самодержавия является вот той ограничителем которые ограничивают император императора от действий противоречащих сложившихся веками традиций религиозных традиций православных традиций православная церковь являлась церковью государственной и поэтому государственный орган регулировал взаимоотношения православной церкви и так в конце 19 начале 20 века после либеральных реформа александра второго некоторые задумали что перемены в стране это распространение либерализма элементы демократии на местном земском уровне они вносят раскол российское общество что либерализм губители для российского православного единства и тогда на смену либеральным идеям пришли консервативные идеи александра третьего а его идеологами этого нового консерватизма рубежа веков становится один из учителей александра третьего затем и николая второго константин победоносцев кстати оберпрокурор святейшего синода московский публицист михаил катков или бывший нигилист народоволец лев тихомиров который в зрелые годы написал книгу противоречившие его ранним революционным взглядом народническим монархическая государственность и они стали разрабатывать теорию народного самодержания что народ и самодержец едины на едины как вот у вас на столах тексты на каждой колонке свой текст на первой колонке тексты связанные с идеями константина победоносцева на второй колонке михаила никифоровича каткова а на третьей колонке фрагменты из книги лева тихомирова монархическая государственность ваша задача познакомиться с текстами а потом уже вместе мы попытаемся заполнить таблицу чтобы выделить основные идеи этой теории теории народного самодержания какова миссия монархии в обществе каковы формы единения царя и народа каково отношение к правительству должно быть у народа и у самодержания какова роль церкви в государстве и отношение к парламентаризму как системе может из тех текстов вы не на все вопросы найдете ответы но на некоторые поэтому не пугайтесь если вот прямого ответа на какой-то пункт вы не нашли найдите только то что относится к тому или иному пункту я вам даю несколько минут вот кто читает фрагмент из книги тихомирова монархическая государства как бы вы ответили что является миссии монарха монархии в обществе мне кажется вот в этом тексте можно сформулировать миссию предназначение большей степени есть у вас ответ на этот вопрос на первой миссии пожалуйста варя не вставайте громче то что монархия способна усмирить характер русской души потому что значит исходя из того что вы верно сказали верно выделили в тексте не тем монарха нести какое-то духовное начало выражать нравственный идеал русской души и пытаться ну скажем так если влиять на проявление русской души то есть здесь ответ миссия монархии в государстве выражать духовное начало в обществе да наверное в любом обществе власть но должна выражать но выражает ли это за другой вопрос верно выражать духовное начало но духовное начало возможно тогда когда самодержец и народ имеют возможность общение должен услышать голос народа а как это можно услышать какие формы единения царя и народа что например об этом катков видел в какие формы единения конкретные формы не абстрактные галя у вас есть ответ то есть вот женство те органы местного самоуправления которые появились 60 и 70 и года 19 века должны но основу этих земст какое сословие должно составлять это уже дань новым веянием 80-х годов какое сословие землевладельцы а это их классовая принадлежность а сословные дворяне то есть основу должны быть дворяне вот дворяне работающие земцам этой посредники между народом и царем отношения правительству по мнению каткова по мнению победоносцева исполнительная власть вот эта структура кого отношением позитивные негативные есть у кого ответ на этот вопрос пожалуйста для этого что нужно делать отношению правительства разогнать правительство отправить в отставку то есть полное подчинение править никакой самостоятельности правительства политической государственной не должно быть полное подчинение правительства тогда по мнению идеологов мы можем правительство избавить от того пагубного нароста который является бюрократизм правительства и органов исполнительной власти роль церкви в государстве по мнению победоносцева пожалуйста лена отделены процитируйте андрей государь наоборот единение он против вот этого т.р. против этого понятия распространившуюся в то время в европе отделение церкви государства многие уже страны зафиксировали в своих документах помните бисмарк там во времена империи боролся против церкви а он за государственную церковь победоносцев вот основы а отношение к парламентаризму можно привести примеры из трех источников маша а парламентаризм это то что не должно приживаться и не приживется на российской почве варьи спасибо большое вот скажите вот из этих взглядов идеологов самодержавного консерватизма нашу что-нибудь для нашего времени может быть актуальны или это важно для уроков истории когда мы изучаем прошло для современности это может быть не актуально у нас другие времена столько столет десятилетий прошло все изменилось можно ли извлечь какой-то ценный политический капитал из прошлого из этого прошлого или нет ваше личное мнение варьи можно какой значит первый тезис что нация возвращается к религии но из этого можно сделать что нужно опять соединить церковь и государство и госу как призывал поведоносцев нет есть другие мнения по этому вопросу есть а еще какие-нибудь идеи деятелей прошлого актуально для сегодняшнего дня или они уже продукт истории ушедший пожалуйста кирилл пожалуйста ну это да это в каждом проявляется мы хотим абсолютной свободы полностью никого не зависели жить в рабстве чтобы полностью отдать свою свободу кому-то потому что свободы переложить ответственность отдать свободу и переложить ответственность за решение проблем на кого-то другого они на себя саша как вы думаете что полезного для сегодняшней политической жизни из этого опыта на ваше мнение по вашему мнению и многие политики говорят нужно больше внимания уделять не выбором в центральный орган государственного а местные органы самоуправления где депутаты этих органов ближе к народу их лучше знают и легче определиться с выбором действительно достойный ли человек представляет местные органы власти эти идеи сейчас звучат то есть и либеральный опыт александра второго и консервативный опыт александра третьего имеет под собой основу необходим наверное мне кажется в современной жизни я бы сказал так парадоксально либерально-консервативный курс спасибо вам за урок а завтра на уроке истории мы поговорим о падении монархии вот так сразу